Друзья, сегодня плетем корзины двойной осьминожкой. Этот способ гораздо проще, чем два предыдущих, которые размещены на моем канале. Вот такая у нас получится корзина с очень аккуратным красивым дном. В описании я подробно опишу весь процесс, кроме того дам ссылку на то, как делать отверстие, на каком расстоянии на ведре. Итак, мы возьмем ротанг, отрежем его по размерам, которые будут в описании, и просунем в отверстие вот таким образом, снаружи вовнутрь. Проверьте, что у вас хвостики получились одинаковой длины. И теперь берем один хвостик и вставляем его в параллельное отверстие на дне, снаружи вовнутрь. И можно сразу через соседнее отверстие вытаскивать хвостик. Значит, этот хвостик мы оставляем болтаться. Берем следующий, также в параллельное отверстие вставляем уже в то отверстие, с которого у нас торчит хвостик. Опять точно так же мы берем лицевую сторону к лицевой. Я кончики заостряла канцелярским ножом, и так они вставлялись гораздо проще. Вытягиваем наш хвостик изнутри и вставляем следующее отверстие изнутри наружу. Вот что у нас должно получиться на данном этапе. Смотрите, чтобы внутри петельки легли ровно, и чтобы все хвостики были одной длины. Так делаем со всеми отрезками ротанка, которые мы предварительно нарезали. КОНЕЦ Итак, я закончила со стойками, и теперь беру одну ветку. И для того, чтобы у нас получилось красивое дно, делаю следующим образом. Протягиваю ее под первой стойкой, над двумя следующими, и под четвертой получается. И так действую со всеми последующими хвостиками. Соответственно, после того, как вы закончите со всеми хвостиками, просовывая их таким образом, мы берем по одной лозе, по одному получается хвостику, и протягиваем обычным способом через одну. То есть под стойку, над стойку, под стойку, над стойку. И таким образом идем по кругу. Так же, как и в предыдущих мастер-классах. По итогу у нас получается такое же плетение, но плести в два раза удобнее. Дно, когда плетете, очень плотно, аккуратно прижимайте, и тогда у вас получится все красиво и ровно. И вот так аккуратненько изнутри и очень красиво выглядит. Попробуйте.